Праздничный заезд. Полтора десятка горнолыжников и сноубордистов. В канун Дня Великой Победы организовали торжественный спуск с флагами со склона сопки Михаила Ванадрия, посвятив его особому празднику. Вытянувшись в линию, закладывая аккуратные виражи по склону сопки Святого Михаила в окрестностях Ванадрия спускаются лыжники. Вместо лыжных палок в руках флаги впереди колонны вымпел акции, посвященный 75-летию Великой Победы. Затем российский триколор и флаг Чукотского автономного округа. Скоростным спуском любители горных лыж Ванадрия решили отметить 9 мая. Как во всей стране, на Чукотке 9 мая обходится без парада и больших мероприятий. Тем не менее, День Победы, конечно, празднуют. В частности, любители спорта из Ванадрия отправились на склон сопки Святого Михаила, чтобы массовые акции почтить память наших дедов, отцов и прадедов, которые одержали Великую Победу. День Победы в истории нашей страны – день особый. В каждой семье будут вспоминать и чествовать своих героев. Пандемия коронавируса сделала празднование более домашним. Но чукотские горнолыжники решили выйти на свежий, еще морозный на Чукотке воздух, чтобы показать всем, что, несмотря ни на что, страна помнит фронтовиков и чтит их память. Для меня и для многих, наверное, жителей Чукотки, всей страны – это самый великий праздник на свете. День рождения, Новый год – это не праздники. Самый великий праздник – это 9 мая. Потому что, наверное, у каждого где-то родственники, дедушки, бабушки, служники тыла – все служили, все отдавали себя и внесли вклад в победу. У меня на войне погиб дедушка, пропал без вести. Поэтому для меня поддерживать память этого праздника очень важно. С каждым годом в России остается все меньше фронтовиков, живых свидетелей, страшных и героических событий Великой Отечественной. Однако память об их подвигах хранится в каждой семье. Истории сотен тысяч и миллионов ветеранов передаются от родителей к детям, чтобы никогда не повторилась трагедия мировой войны. К сожалению, этот праздник в этом году, 75-летие, мы не можем выйти все вместе на парад, но мы можем показать, что мы сильны духом, что мы спортивны. Россия начинается с Чукотки, и Чукотка готова праздновать этот великий праздник. В этот день была победа нашего Советского Союза. Мы жили в этом время. Я помню еще тех старых людей, которые воевали в этой войне и проливали свою кровь. Я их помню. И поэтому я очень сильно уважаю этих людей и благодарю их за то, что они сделали для нас такое хорошее, прекрасное небо. Красиво лавируя по жесткому снегу сопки, дюжина горнолыжников мчится к ее подножью. Встречный ветер развивает полотнище флагов. В этом году День Победы пройдет без праздничного парада и шествия бессмертного полка. Но даже такая небольшая акция еще раз напомнит всем, что день 9 мая в нашей стране всегда будет праздником. С Днем Победы! Владимир Сироткин, Арсений Гусев, Роман Малыхин. Вести Чукотка.